Библейский портал экзегет.ру представляет В главных изданиях именно этот греческий вариант и приведен. Есть издания протестантские, синодального перевода, там греческие вставки опущены. Итак, 10 глава – это некое краткое послесловие. В принципе, все самое главное уже завершилось в 9-й, установлен праздник Пури, Маудеи отмечают свое спасение от врагов. Ну, а 10-е послесловие, чем все это закончилось, эпилог такой. Итак, я читаю еврейскую версию. А царь Артаксеркс наложил еще одну повинность на жителей суши и морских островов. Ну, видимо, деньги стали подходить к концу, еще бы он там пирует бесконечно и очень шикарно. Вот царская власть, да? Вот, знаете, наверное, более антимонархической книги нет во всем Ветхом Завете. Могучий царь, которым крутит каждый, кто как хочет, который только пьянствует, а единственное его самостоятельное действие – это увеличение налогового времени. О его могучих деяниях и о высотах, на которые вознес царь Мардыхая, записано в летописном свитке царей Мердийских и Персидских. Да, ну, там царский архив, который до нас, конечно, в том виде, в котором он имеется здесь в виду, не дошел. Но неважно, вот все эти почести, все эти государственные дела, все эти налоги, войны, строительство – это все вторично. Первично, вот, действия Бога по спасению своего избранного народа. Мардыхая иудей был вторым после царя Артаксеркса. Велик он был среди иудеев и угоден множеству своих собратьев, ибо искал благополучия для своего народа и выступал во благо его потомков. Вот, смотрите, что такое государственное величие. Он второй царь, второй человек в самом великом царстве, в самой знаменитой державе своего времени. И что же сказано? Он завоевал города, он основал города, он предпринял дальние походы, он собрал очень много денег, он, я не знаю, что-то еще славное совершил. Нет, он искал благополучия для своего народа, выступал во благо его потомков. Мне кажется, самый лучший критерий – успешности государственного деятеля. Благополучие народа и благо потомков, потому что можно все пропить, как Артаксеркс, судя по всему, делал. Но он не все, у него очень много было денег, поэтому, конечно, перы его казны полностью не истощили, но подорвали слегка. Вот, а можно стремиться передать своим потомкам свою страну, или даже чужую страну, Мордыхай же живет в персидской державе, далеко от своей обетованной земли. Даже чужую страну, в которой они живут, передать ее в лучшем состоянии, чем то, в котором ты ее принял. Ну, на этом вот еврейская версия заканчивается, а в синодальном переводе мы читаем еще добавление из греческой. Соответственно, «И сказал Мордохий, от Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о всех событиях». Вот у нас был в греческом варианте сон в самом начале, и в эпилоге этот сон растолковывается. Ну, вот греческий текст, он как бы для не очень сообразительных людей, он проясняет вещи, которые, в принципе, уже должны быть ясны любому читателю. Не осталось в нем ничего не исполнившегося. Малоисточник взялся рекою, и был свет, и солнце, и множество воды. Это река Истисфирь, которую взял в себя в жены царь и сделал царицу. От возьми это я и Аман. Народы – это собравшиеся истребить имя иудеев, а народ мой – это израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса великие, какие не бывали между язычниками. Так устроил Бог два жребия, один для народа Божия, а другой для всех язычников. Вот смотрите, жребий или пур, то, что у нас упомянуто в 9 главе, но и раньше тоже было, то, что бросал Аман для того, чтобы определить благоприятное время для нападения на иудеев. Вот Аман бросал жребий, гаданием занимался, астрологией или чем-то подобным, чтобы понять, когда нужно сделать то, чего он хочет. А Мардахий говорит, смотрите, на самом деле это Бог определил жребие, но не дату благоприятного для Амана или Мардаха действия, а определил жребие как судьбу. То есть нет жребия от небесных светил, от случайного броска игральной кости или чего-то подобного. Это всё ерунда. А есть какие-то жребия, которые у Бога. И задача человека, верующего, попытаться понять этот жребий. Так устроил Бог два жребия. Один для народа Божия, другой для всех язычников. И вышли эти два жребия в час и время, и в день суда пред Богом и всеми язычниками. И вспомнил Господь о народе своём, и оправдал наследие своё. И будут праздноваться эти дни месяца Адара, в 14-15 день этого месяца. Это напомню, что там в Сузах они два дня убивали своих врагов, а в других местах один. Поэтому, соответственно, на следующий день в Сузах 15-го, в других местах 14-го объявляется праздник. Это то, что иудеи до сих пор празднуют под именем Пурим. «С торжеством и радостью и веселим пред Богом в роды вечной и в народе его Израиле. Четвёртый год царства Нептолемея Клеопатра до Сефии, который, говорят, был священником и левитом, и Птоломей, сын его, принесли в Александрию это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лесимах, сын Птолемея, бывший в Иерусалиме». А вот это очень интересная вещь – это дополнение переводчика. Что значит «истолковал»? Перевёл на греческий язык. Вот, смотрите, как совершенно спокойно переводчик библейской книги уточняет, как его звали. Более того, он даже не сам это пишет, а эту приписку делает кто-то, кто переписывает его текст, потому что он знает уже не только переводчика, но и доставщика, курьера, который принёс текст от него. То есть тогда, и мы это видим по дополнению к 10 главе, тогда библейский текст понимался во многом как живой текст, и можно было что-то в него включить, каким-то образом его дополнить, улучшить. Что мы в случае с книгой эсфири явно видим? Еврейский текст более краткий, он не упоминает Бога совсем, греческий более пространный, он приводит молитвы, он приводит обоснования, он даёт некоторое богословское толкование. По сути дела, он добавляет проповедь. То есть ещё для вот этих самых переводчиков, ну, чего же я их безымянными-то называю переводчиками, да, до Сефии и Птоломей принесли свиток в Александрию, а свиток истолковал Лисимах, сын Птоломея. Вот их все имена. Соответственно, вот для них этот текст, он требует истолкования. И они не отделяют истолкование от самого текста, они вносят его, по сути дела, в текст. Потом это уже застывает в виде книги, причём в еврейском каноне, без этих дополнений. Понятно, по-еврейски их нет, в греческий канон уже вошло с этими дополнениями. Так возникает некоторая разница между текстами, в частности, поэтому синодальная Библия в протестантском и в православном варианте не одинакова. Но и то, и другое Библия. То есть мы видим, что невзирая на расхождение текстуальное, на расхождение в объёме, библейский текст сущностно един. Но одного стандарта его нет. То есть есть разные варианты, более полные, более краткие, с толкованиями, без толкований. И это совершенно нормально, потому что Библия не есть некая буква, которая высечена там в камне где-то, как на скрижале, были заповеди высечены. И всё, и нельзя ничего изменить. Да, скрижали таковы. Но есть ещё плод человеческой истории. И Библия – это рассказ о том, как человеческая история развивается, как люди верят в Бога, как они встречаются с Ним, как они проходят через разные события своей жизни. Поэтому, по сути, в чём-то каждое поколение не просто проживает это заново, но иногда даже дополняет Библию. Да, в наше время новые книги к Библии не пишутся, и слава Богу. Я представляю, что бы понаписали. Но, тем не менее, это не мёртвый текст, который лежит на музейной полке, и вот страшно к нему прикоснуться, как для многих это и представляется. Это нечто живое, вот настолько живое, что мы прямо видим в нашей синодальной Библии следы вот того, как кто-то взял и дописал, и ничего страшного, и это вошло в канон. Продолжение следует...